Долгое время я этим каналом не занимался, считал, что это не самое для нас главное, что в общем-то есть других очень много дел, а сегодня вот так сложилось, так события разворачиваются, что мир погружается в бездну, растет изоляция друг от друга, люди не видят один другого, люди не могут общаться, исчезла возможность совместных дискуссий, встреч, как говорится, лицом к лицу, приходится теперь думать о других вариантах, ну и тем более на дворе постепенно уже усиливается так называемый, как мы про него говорим, шестой экономико-технологический уклад, и он выдвигает перед нами всеми новые требования, то есть все старое уходит в небытие, а новое приходит, а новое мы с вами видим, это должен быть естественно компьютер, это должен быть естественно интернет, это коммуникации, это главная сила становится интеллектуальный капитал, это человек, это его знания, это его мышление, это его новые умения, это совершенно другая, другая, как говорится, парадигма, и естественно, что личность начинает играть главенствующую роль, но не так, как было в 20-м, 19-м, 18-м и предыдущих веках, когда речь шла о диктаторах, королях, царях, императорах и прочих там всяких сверх якобы людей, которые в силу или своего рождения, или в силу подлости, в силу того, что они могли захватывать сами власть, постепенно убивали других разными способами, становились диктаторами, становились царями, императорами и так далее, вот время такое уже вот этих людей проходит, почему? Потому что люди не хотят быть стадом, а раз люди не хотят быть стадом, раз они хотят быть личностями, индивидуумами, субъектами, а не объектами, это очень важно, это очень важно, потому что именно человек, который себя субъективизирует, он не хочет, чтобы ему навязывалась какая-то точка зрения, он хочет сам избирать то, что ему подходит, то, что соответствует его взглядам, то, что соответствует его системе бытия, но тогда нам не нужны властители, нам не нужны диктаторы, и вот 20-й год, он как бы, я так думаю, что он, по сути, это последний год, который, как бы, год диктаторов, то есть 21-й год, это уже будет год, когда начнут падать и умирать вот эти диктаторские режимы.